Однажды дьявол, пришедший ночью в келью преподобного Макария Александрийского, сказал ему, «Встань, Ава Макарий, и пойдем в церковь к богослужению». Макарий же, будучи исполнен благодати Божией, уразумел кознь вражию и отвечал, «О, лжец и ненавистник добра, какое может быть с твоей стороны участие в богослужении? И что может быть у тебя общего с собором святых?» Дьявол сказал, «А разве ты не знаешь, Макарий, что без нас не бывает ни одной службы церковной и ни одного монашеского собрания? Иди же, и увидишь дела наши». Старец отвечал, «Да запретит тебе Господь бес, нечистый». И обратившись к молитве, просил Господа, дабы явил ему, правда ли то, что хвалясь говорил дьявол. Когда настало время полуночного богослужения, он пошел в церковь, просяв себе Бога, дабы открыл и показал ему, правда ли, говоренное дьяволом. И вот видит по всей церкви как бы неких малых отроков в образе черных эфиопов, быстро обходящих церков и летающих. В монастыре этом был обычай. Один брат читал псалмы, а прочие сидели и слушали. И вот рядом с каждым из братьев сидели те эфиопы и посмеивались над ними. Кому пальцами своими дотрагивались до глаз, тот тотчас начинал дремать, а кому клали палец на уста, тот тотчас пробуждался. Пред иными ходили в женском подобии, а пред другими строили нечто или что носили и делали многое другое. И что представляли пред кем, тот о том и размышлял в себе. Но от некоторых, как только начинали делать что-либо подобное, тотчас некую силою были прогоняемы и удаляемы. И более не могли ни стоять пред ними, ни даже пройти мимо. А у некоторых немощных братьев, не внимающих в молитве, насмехаясь, сидели на шее и на плечах. Преподобный Макарий, увидев сие, вздохнул из глубины сердца и сказал «Возри, Господи, и не смолчи! Воскресни, Боже, дабы разошлись враги Твои и убежали от лица Твоего, ибо душа наша полна поругания». По окончании службы преподобный Макарий, призывая поодиночке каждого брата, спрашивал, о чем тот думал во время богослужения. И каждый открывал свои помышления. Оказалось, что каждый думал о том, что, насмехаясь, представлял пред ним бес. Источник. Избранные из житий святых, чудеса и видения. 1880 год.